Птушка берег с Берозы прилетела у спиз нематериальной спадщины Беларуси. Стала сьомым объектом сбрызка в области в этом спизе и восьмым судом света, как кажется тут. За птушкой счастья Берозу накировалась Татьяна Болтуць. Вот сама птица. Тело и хвост изготовлены из одного кусочка, после чего расщеплены и разведены в разные стороны. Крыло по такому же принципу, только в одной заготовке вырезается сразу два, с двух сторон. После чего также расщепляется и разводится уже не как в хвосте, поочередно в разные стороны. Сашу Лауреновичу только 23 года, а хлопец уже делится одним из самых действенных рецептов счастливого семейного життя. Миновата Саша зараз протягивает популярное неколи у Берозера мясство выработок птушек счастья. Новых технологий здесь как бы абсолютно нет. Единственное, что я здесь по-своему сделал, это тело птицы. Вот только у меня такая форма, а сама технология это только разведение. Вот оно как было, так оно так и осталось. Шмот спроб порезал из апсаванных нарыхтовок. Першопочатково на выроб одной только птушки и шли годины. Теперь за 30 хвилин управляется. За 4 годы уже научился отшивать и сухое древо, и острый нож. Арсенал для працы небогатый. Линейка, нож и обцоги. Выразается птушка засины, альхит из липы. Самый небеспечный момент – расшепление брусков на тонкие пластинки, перы. Бо чем тончайшие они будут, тем больше ажурно будет выглядать голубок. Если хороший материал, это делается очень быстро. А если твердый, то режешь осторожно, чтобы не поранить пальцы лишний раз. Бывало такое, что нужны птицы. Я сижу их вырезаю, а у меня все пальцы перемотаны. Гэтайберых завсюду займал самое годное место в хате. Увесках на проклад его размещали в червоном куте. Подвешивали так само и над дитячей колыской. Птушечка не только забавляла молого, но и обороняла его от зла. Гэтайберых за все скажет, тут оберег будет деньжать, когда повесить его для у выходных дверей. Так как каждый человек, проходивши под ее, позбавлялся негативу. По традиции протков оберег после родства спаливали. Лечилось, что птушка целый год сбирая в себе все самое длинное, тому требует обовязково спалить собранное ее зло. А после сделать новый оберег. Наталья Ковалевич, директор Центра Роменства у Берозы, долго и мкнулась до того, как справа ее життя отримала годный протяг. Миновитая она шукала и находила майстру, которые в свой час занимались выработкой птушек на Берозовщине. Сбирала потребную для справы информацию. Серьезный итог моей работы. И работы за предыдущие годы. И как директора, и как инициатора внести птицу в нематериальную спадщину. Пакет документа достаточно большой. По положению ЮНЕСКО и видеоряд, и фотографии, и расшифровки интервью с носителями, информаторами. Поэтому пришлось поработать. И мне помогали. Спасибо и методическому центру за поддержку и помощь. У птушку складано не поверить. Майстру Сашу, наприклад, она уже принесла счастье. Четырых годы тому, как только стал заниматься выработком голубков, хлопец познаемился с Кристиной. А женился, народился Димка, а неколький дён тому – дачушка. Тому Сашу уже не пироканать. Ён докладно ведая, что дятей не буслы приносят, а голубки.